Лекция на тему правил применения силы. В правиле есть такая штука, как шкала Force Counting, или как там она так называется. В переводе с английского означает продолжение силы. Это основа основ еженедельной работы, по которой работают все офицеры. Получается, там идет последовательность, такая устный приказ, физическая сила, перцовый баллончик, дубинка, тазер, К9 и смертельная сила. Вот, эти этапы, получается, сейчас я вам расскажу. Первый этап, это устный приказ. Каждый офицер при общении с гражданом должен знать, что граждане истерически кричат, как в мантру «я знаю свои права». Таких прав у гражданина на момент задержания всего два, это право хранить молчание и право на защиту. Эти права четко прописаны в Конституции, в соответствующих поправках. Кроме того, граждан обязан повиноваться любым требованиям офицера, полиции, так как юридический любой полицейский – это представитель закон. И все его поступки продиктованы требованием исполнять закон. Если граждан считает, что требования офицера незаконны, граждан все равно обязан их выполнить, хотя бы для того, чтобы не усугубить свое положение. Если граждан отказывается выполнять устные требования офицера, офицер вправе высказать повторные требования, либо повысить значение этой шкалы и перейти к физической силе. Если гражданин проигнорировал требования о стороне полиции, готовьтесь к тому, чтобы провести первичный, который офицер выучил в академии и регулярно оттачивать. Это исключительно простые и действенные, но болезненные для граждан приемы нацеленные на ваши задержания. Этап 3 – это перцовый баллончик. Допустим, в ходе того, как офицер взломал гражданин или гражданинка, вырвались и начал что-то кричать, размахивая руками, готовьтесь использовать перцовый баллончик. В большинстве случаев этой меры достаточно, чтобы дезидентировать человека и заставить выполнить требования, но все люди разные, и в определенных случаях состояние наркопьянения, перцовый баллончик не наносит никакого видимого вреда, в таких случаях офицер поднимает шкалу до оружия дробящего типа. Это четвертый этап – дубинка или дробовик с нелетальным зарядом. С дубинкой все понятно, вы сопротивляетесь, равняется вас бьют. А вот дробовик с нелетальным зарядом куда интереснее. Заряды этих называются бэн-бак, в переводе – мешочек с горохом, и предоставляют из себя оружейный патрон. Затем исключение, что внутри не кертеч, способная убить, а всего лишь дружелюбные мешочки, которые при выстреле способны сбить с ног высокого и крепкого человека. Стреляет по корпусу, заставляет неплохие синяки и причиняет невероятно сильную боль. Но ничего смертельного, опять же для лиц, находящихся под наркотой, порой совсем безобидно и никак не действует. Итоп пятый – это тазер. Тазер-ган или просто тазер. Относится к разряду электрического оружия. Ярко-желтый пластиковый пистолет с надевающимся на импровизированное дуло картриджами, выстреливает острыми иглами. Эффект – дальность полета до пяти метров. Эффективная дальность полета до пяти метров. Эффект – вы попадаете и начинаете стрясти от высокочастотного электрического разряда. Но, как и в прошлом, случаи для наркотов не причиняют никаких неудобств. Этап шесть – это К9 кинолог. Это последний этап, но уже на нем начинается литься реальная кровь. Добавить особо нечего, за исключением того, что если К9 рядом нет, то в большинстве случаев кинологов не вызывают и срочно требуют перехода на последний этап. Последний этап – это у нас седьмой – смертельное оружие, конечная остановочка. Офицер достаёт пистолет и наставляет его на вас. Самое время одуматься и всё-таки сдаться. Срок за непонимаемый секунду лучше, чем пуля. Предупредительных выстрелов в воздух не ждите, такого за океаном нет. В США, в полиции США существует инструкция, согласно которой смертельное оружие принимается только с целью остановить. В качестве останавливающегося способа, в Академии учат открывать огонь по корпусу. Не ждите одного выстрела, максимум два в корпусе. Важно. Понимаете шкалу контакта не только вы. Офицер также имеет полное право её повысить и будет повышать. Вам отдали устный приказ, а вы схватились за оружие, получаете пуль. Вы начали драться с офицером, получаете дубинку или тейзер. Не ждите, что с вами будут драться на равных. Полицейский имеет законное право быть на шаг впереди внутри вышеупомянутой шкалы. На этом лекция кончена.